Вот уже как три года все операции с недвижимостью и землей фиксируются в электронном реестре. Казалось бы, новая система должна существенным образом облегчить жизнь владельцам домов и квартир. Но так ли это? Мы решили выяснить. Оказалось, новая система учета – отличный полигон для мошеннических операций. И не только. Конец эры БТИ. Согласно постановлению Кабмина, с начала 2013 года недвижимость стали регистрировать по-новому. Полномочия передали новой структуре – Укргосреестру. Обещали – процедура получения документов ускорится и упростится. Это упрощение по той простой причине, потому что, во-первых, и меньше перечень документов, которые необходимы для регистрации. Мы будем требовать только две квитанции. Это квитанция за регистрацию, квитанция за вытек. За БТИ оставили только функции по проведению технической инвентаризации. А удостоверять сделки, регистрировать право собственности будут нотариусы – как государственные, так и частные. По данным ведомства, пройти аттестацию должны около 7 тысяч. А вот чтобы зарегистрировать квартиру в новом жилом доме или земельный участок – это государственным регистраторам. Архивы БТИ пока что останутся в бюро технической инвентаризации. Мы уходим от содержания больших архивов, потому что все это будет просто в электронный вид. В бюро технической инвентаризации должно было доввести все в электронный вид. Но не все случилось, так как задумывалось. Сразу после Нового года в коридорах регистрационной службы начали образовываться огромные очереди. В кабинетах полная неразбериха. Один раз приходилось в пяти утра очереди такие, что попасть невозможно, двухсотая по очереди. В первый кабинет проконсультироваться, записаться я три дня форсировала. Вот сейчас во второй стою, чтобы сдать документы, о которых я знала три месяца назад. Я сейчас записалась, а еще меня не консультировали. Я записалась для того, чтобы сдать документы на 21 марта. А потом еще две недели буду ждать. Квартиру я купила 26 декабря. Я ее не могу зарегистрировать. Боясь того, наверное, что что-то поменяется, сразу начали обращаться. В среднем в день по городу Днепропетровску мы принимали до 120 человек. При этом люди шли с разными пакетами документов. Фактически где-то с 20-х уже чисел января потихоньку эта нагрузка начала спадать. Все из-за непонимания новой процедуры. А еще в работу вовремя не включились нотариусы. Не все еще прошли аттестацию, объясняли в регистрационной службе. Включились нотариусы, которые, скажем так, потихонечку забирают на себя часть той работы, которая предусмотрена законом, которую непосредственно выполняют они. К марту месяцу уже как бы все перейдет в обычный режим. Первые месяцы работа с новым реестром для нотариусов была не из легких. Очень неудобно, некорректно устроен сам реестр регистрации. Он очень тяжелый в работе. И многие нюансы, которые возникают в работе на сегодняшний день, еще не урегулируют. И вот с момента нововведения прошло три года. За это время и нотариусы, и их клиенты должны были оценить все преимущества реестра. Попростилась ли процедура регистрации? Спросим у эксперта Сергея Логутенко. Система эта электронная, некий программный продукт, он совершенно не хорошего качества. Постоянно этот реестр висит. Им нельзя пользоваться, потому что большое количество входящих. С этим реестром работает очень большое количество нотариусов. Недовольных немало, говорит Сергей. Невозможно сделать сделку висит реестр. У кого-то проблема, потому что за ним зарегистрирована недвижимость, которая ему не принадлежит. А у другого еще хуже проблема, его квартиру без него же продали. Я знаю людей, которые пострадали. И я знаю даже нотариусов, которым угрожают непонятные криминальные люди. И говорят им о том, что нужно тому или иному нотариусу делать в том реестре для них. А вот чиновники проблем не видят. Что говорит министр? Отлично. Система современная, европейская, настроенная, реформы. Что вы еще от нас хотите? С работой этой суперсовременной системы регистрации столкнулась и наша коллега Ирина Мороз. Ей нужно было получить справку о наличии недвижимости. Я зарегистрировала специально на сайте, получила свой пароль по идентификационному коду налоговому. Я ввела свои паспортные данные, но что мне выдало, что у меня оказывается какое-то жилье есть в Азербайджской области, откуда-то жилье в нашей области, какой-то участок земельный. То, чего у меня на самом деле нет и быть не может. Зайти в реестр может каждый зарегистрированный пользователь. Не бесплатно. Ради интереса Ирина ввела и данные мужа. Это удовольствие, этот аттракцион стоит 20 гривен. Я решила развлечься на 60 гривен. Я решила проверить по данным мужа. Я ввела его паспортные данные, ввела его код и получилось, что у меня муж оказывается просто олигарх. Потому что практически в каждой области у него есть какая-то либо недвижимость, либо есть земельный участок. А вот на жилье, которым действительно владеет муж, данных в реестре не было. Как мне кажется, скорее всего реестр просто ищет по совпадению имени, фамилии и отчеству. И не берет в расчет данные паспортные или данные идентификационного кода. То, что есть на данный момент в реестре, это скорее всего фикция. У меня большие очень вопросы к этому реестру. Чтобы разъяснить ситуацию, мы написали информационный запрос в региональное управление юстиции. Ответ пока ждем. Не успели наладить работу реестра, как украинцев настигло очередное нововведение. В силу вступила новая редакция закона о госрегистрации прав на недвижимое имущество. Теперь единственным документом, подтверждающим право собственности на квартиру, является выписка из единого реестра. К тому же вносить изменения в реестр теперь могут не только нотариусы, но и департамент госрегистрации Минюста и органы власти. Не бесплатно. Уже два месяца прошло. До сих пор эта система не налажена. Есть красивый бланк, как и раньше, договор купли-продажи. На нем вся информация. Он по-прежнему выдается. Договор дарения. Тоже бланк выдается. Вступление в наследство, получение свидетельства на отрывание с патчем выдается. А вот как такового вытяга про реестрацию, то есть некого бумажного носителя на защищенном бланке, не существует. И вообще такого документа больше не существует. Это, по мнению эксперта, значительно облегчит жизнь желающим прикарманить чужую собственность. Практический пример. Кто-то, киберпреступник, хакер, может подделать ключи доступа нотариуса, войти в систему, произвести там действия с реестром и вывести из запретов на продажу некий объект недвижимости. Реестр недвижимости действует с 1 января 2013 года. И если до этой даты дом или квартира не меняли собственника, то в реестре такого объекта нет, говорит Сергей. В случае Ирины нужно идти за справкой в БТИ. А вот по поводу других объектов недвижимости, которые отображаются в реестре, обращаться в Минюст. Нотариус тоже вносит информацию, исправляет информацию. Но держателем системы, как был Министерство юстиции, реестра, так и остался. А национальные информационные системы – это некое государственное предприятие, которое обеспечивает работу этих реестров. АПЛОДИСМЕНТЫ